Доброе утро, любимый город! Утро – невероятное время суток, которое я люблю с детства. Утро – это начало нового дня и новой жизни. Это время суток, которое дает нам понять, как прекрасна наша жизнь и как гармонично все устроено в ней. Каждое утро, даже в выходной, я просыпаюсь пораньше, чтобы не пропустить это прекрасное действие природы – пробуждение от ночного сна. Только в это время можно увидеть нечеткие границы между темнотой и светом и почувствовать наступление рассвета. Я радуюсь, когда мои экскурсии начинаются ранним-ранним утром. Вы не представляете, как это здорово гулять по утреннему Риму. Это настоящая услада для глаз и души. Сегодня я встречаюсь с гостями Вечного города в 7 часов утра, но и, как обычно, приехала заранее, чтобы снять для вас небольшое видео и показать вам эту красоту. Я думаю, здесь комментарии будут лишними. Просто посмотрите на утренний Рим, как он прекрасен. Дорогие друзья, те, кто планирует поездку в Рим, не спите долго в отеле, просыпайтесь пораньше и наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным в Вечном городе. Дорогие друзья, те, кто планирует поездку в Вечном городе, еще и очень люблю наблюдать, как просыпается мой любимый город. Ранним утром перед работой я пробегаю по пустынным улочкам, чтобы рассмотреть его в деталях, и всегда нахожу что-то новое. У каждого города, как и у человека, есть своя энергетика. Может быть, вы даже не представляете, насколько это может повлиять на нас. Но для меня утренние прогулки перед работой очень важны. Я как будто заряжаюсь положительной энергетикой. Эти прогулки мне придают силу, настроение, какую-то легкую возвышенность. Благодаря этому я не хожу, а летаю по Риму. И потом на экскурсиях я с любовью начинаю рассказывать вам про каждую улочку, каждую площадь, церковь, про каждый камень Вечного города и помогаю вам понять его в деталях и почувствовать биение сердца. Рим – это город с большим количеством достопримечательностей. И самостоятельному туристу не всегда удается все рассмотреть. Вы только представьте, сколько людей проходили по этим улицам и какие события проходили здесь. В незаконченной повести Гоголя «Рим» герой с недоумением вопрошает, переходя из переулка в переулок, где же этот огромный Древний Рим? И потом узнает его, когда из темных переулков начинает выдвигаться Древний Рим, где аркой, где мраморным карнизом, деланным в стену, где порфировой потемневшей колонны, а где фронтоном посреди вонючего рыбьего рынка. Гоголь описывал в своей незаконченной повести именно это место. Фронтон посреди рыбьего рынка – это портик Октавии. Он когда-то считался центром римского гетто. Утром можно рассмотреть или заметить очень много деталей. Вот, например, античные колонны, встроенные в дом. Уверена, если бы вы прошли по этой улице ближе к обеду, то навряд ли заметили их. Благодаря тому, что античные колонны были встроены в дом, они дошли до наших дней и напоминают нам об античном Риме. Раньше всех в городе, конечно же, просыпается продуктовый рынок. Продавцы привозят свой товар, выкладывают на витрины, готовятся к новому рабочему дню. Кампо де Фиори в переводе с итальянского – это поле цветов. Когда-то это был просто цветущий лук, давший название площади Кампо де Фиори. До 15 века здесь паслись животные, а сегодня площадь является одним из самых живописных и колоритных мест города. Рядом с площадью Кампо де Фиори находится площадь Форнези и площадь Навона. Днем здесь работает рынок, а вечером молодежь собирается вокруг статуи Джордана Бруно, чтобы отдохнуть, выпить пиво и поговорить. В центре площади в 1889 году была установлена статуя Джордана Бруно. Он был сожжен церковью на костре 17 февраля 1600 года. Его освидели за ересь. Интересный факт, что на площади Кампо де Фиори нет церкви. Я только что вам сказала, что раньше всех в городе просыпается продуктовый рынок, а потом подумала, наверное, все-таки нет. Наверное, раньше всех просыпаются туристы, у которых фотосессии, и ранним утром они идут к фонтану Треви. Сейчас, наверное, кто-то подумал, «Ну, Татьяна, у тебя ни одного видео нет без фонтана Треви». На это я вам могу ответить, что, проходя мимо фонтана Треви, я любуюсь людьми, которые улыбаются, которые счастливы, и так хочется, чтобы все были такими счастливыми, как люди у фонтана Треви. Ведь нам в жизни не так-то многое надо. Нам надо, чтобы нас любили, в нас верили, чтобы было мирное небо над головой, и тогда все будет прекрасно. А у кого-то это была маленькая мечта прийти к фонтану Треви ранним утром, и она осуществилась. Мечтайте, пусть и ваши мечты сбываются. У меня часто туристы спрашивают, во сколько надо прийти к фонтану Треви, чтобы там не было людей. Но, дорогие друзья, не знаю, если только ночью. Обычно утром я пробегаю возле фонтана Треви где-то приблизительно в 7 или в 7.30. Ну и, как видите, все, кто проснулся, уже у фонтана Треви. Так вот, если я сегодня заговорила про утренние прогулки, то вам, дорогие мои друзья, кто собирается в Рим, советую не спать долго в отеле, а просыпайтесь пораньше и идите гулять по городу. Ведь Рим – это музей под открытым небом, и его можно осматривать 24 часа в сутки. Вам стоит пораньше выйти из отеля, и вы уже в музее под открытым небом. Пусть каждое утро в Риме у вас будет незабываемым и насыщенным. Ведь вам столько красоты предстоит увидеть и столько деталей рассмотреть. Мы сейчас находимся с вами на территории бывшего первого университета Рима Ла Сапьенце, в переводе с итальянского «мудрость». Сосчитать церкви Рима практически невозможно, мы всегда говорим приблизительную цифру. Их приблизительно от 800 до 1200 церквей. И многие из них были отреставрированы или построены в эпоху барокко. Прогуливаясь по Риму, церкви встречаются на площадях, на улицах. Но есть одна великолепная церковь, перед которой мы находимся. Она немного скрыта, и не все про нее знают, но это настоящий шедевр архитектора XVII века Франческо Барамини. Церковь называется «Сан-Иво Алла Сапьенца». В 1632 году, когда Франческо Барамини было всего 33 года, папа Урбан VIII, символы которого мы видим на фасаде здания в виде пчел, назначил Барамини архитектором дворца Сапьенца. Это был знаменитый римский университет, основанный в XIV веке Бонифацием VIII. И ему было поручено построить церковь. Церковь Барамини должна была заменить университетскую часовню, и он создал уникальную форму в истории архитектуры. На мой взгляд, эта церковь является самой красивой работой Барамини. Строительство церкви заняло почти 20 лет, и результат оправдал ожидания. Родился настоящий шедевр барокко. Когда фонарь церкви был завершен, он вызвал много споров из-за своей необычной формы, и Барамини был обвинен в создании неустойчивого здания. Ректор университета обеспокоены разными разговорами, чтобы подстраховать себя, попросил архитектора Барамини взять на себя ответственность на целых 15 лет, в случае, если произойдет какое-то обрушение. План церкви Санта-Ивала-Сапьенца очень сложный и необычный, и желательно рассматривать церковь не только снаружи, но и внутри, чтобы понять, какой формы был сделан купол и сама церковь. В результате пересечения двух равносторонних треугольников образовался шестиугольник. Символ из двух наложенных друг на друга равносторонних треугольников еще называют звездой Давида. Круг наложен на каждый угол. Так в церкви получилось шесть капелл. Три вогнутые и три выпуклые. Почему был выбран именно треугольник? Здесь, наверное, выбор фигуры носит символический характер и относится к троице. Число три повторяется. За основу купола положены треугольники. Потом в церкви получились три капеллы вогнутые и три выпуклые. Купол разделен на шесть частей ребрами, которые поднимаются вверх и сужаются до размера основания фонаря. Так, из шестиугольника купол постепенно перешел в круглую форму. По бокам шести ребер возвышается двенадцать ребер звезд. Их по восемь. Они чередуются. Есть восьмиугольная звезда, а есть шестиугольная звезда. Причем шестиугольная звезда увенчана крестом. Всего звезд насчитывается 111. Один плюс один плюс один. Опять получается число три. Число три. Основа купола два треугольника. Три капеллы получились вогнутые и три выпуклые. Три плюс три – шесть. А число шесть – библейское число. Бог сотворил мир за шесть дней. И в церкви мы видим шесть ребер, которые поднимаются вверх. А теперь посмотрим, что же означает число восемь. В ряду насчитывается восемь звезд. Восемь – ассоциация с бесконечностью. Символ воскрешения Христа. Поэтому в проекте Барамини число восемь – это путь человека, который должен пройти каждый – путь земного мира к вечному спасению. Теперь число двенадцать. Двенадцать рядов звезд. У числа двенадцать множество значений. Двенадцать месяцев, обозначающие годовой цикл. Двенадцать созвездий Зодиака. Геракл должен был совершить двенадцать подвигов или испытаний для того, чтобы искупить свой тяжкий грех. На Геракла было послано временное безумие, во время которого он убил свою жену и детей. Когда Геракл пришел в себя, его охватила боль и раскаяние. Он хотел искупить грех за совершенное им преступление. У Иисуса было двенадцать учеников-апостолов. Кстати, на крыше церкви шесть пар колонн. Это опять двенадцать. А под колоннами купол, который напоминает нам структуру купола Пантеона. Так вот, на этом куполе мы видим ступеньки. Их тоже двенадцать. Если быть внимательными, нас везде сопровождают символы. Самое главное – увидеть их, найти, рассмотреть, понять и правильно прочесть. Канализационный люк украшен восьмиконечной звездой – символ бесконечности. Я советую вам очень внимательно рассмотреть внутренний дворик и церковь. Ведь здесь находятся не только главные символы, про которые я вам рассказала. А здесь еще находятся геральдические символы пап, при которых все это было построено. Шесть холмиков, звездочка и желуди – это символ папы Александра VII Киджи. Дракон – символ папы Григория XIII. Дракон и орел – это символ папы Павла V Боргези. Лев, груши, трехолмика и звезда – это символ папы Секста V. За этой непримечательной дверью находится настоящий шедевр барокко. Не проходите мимо открытых дверей. Обязательно заходите в них. Очаровательный фонтан Крик встроен в стену бывшего университета Лос-Апьенца, в котором сейчас находится государственный архив. Фонтан был создан скульптором Петро Ломбарди в 1927 году. Петро Ломбарди в свое время создал 10 фонтанов, которые сейчас украшают Рим. Некоторые из которых я вам показываю на наших экскурсиях. В центре фонтана находится голова оленя. Это символ района, в котором мы сейчас находимся – район Санту-Старту. С левой и с правой стороны – книги. Четыре огромные книги, которые находятся на боковых полках. Вода льется из носиков, напоминающих закладки двух старинных книг. Это символ знаний, которые мы получаем из книг. А также в фонтане просматривается геральдический символ семьи Медичи. Недалеко от фонтана находится дворец Мадамо. Раньше это была резиденция семьи Медичи. Фонтан находится под аркой. И там мы видим знакомую аббревиатуру – SPQR. Это девиз времен Римской империи. И он гласит – Сенат и граждане Рима. От площади Навона отходят улицы, по которым я советую вам прогуляться. Так. Время близится к обеду. Меня уже притягивают в витрины с едой. В этой лавке продают термису. Витрина со знаменитой пуркеттой. В городке Оричи готовят свиной рулет с чесноком и розмарином. Несколько часов запекают его в духовке или в печи, а потом развозят по региону. Вот так недорого и вкусно можно перекусить. Почти все туристы проснулись, гуляют. Теперь наше внимание по большей части падает уже не на здание, не на архитектуру, не на какие-то детали, а на проходящих туристов. Вот поэтому я говорю, что гулять по Риму надо утром. А ближе к обеду или после обеда вы почувствуете атмосферу города. Одним словом, дорогие друзья, гуляйте по Риму с утра и до вечера. Утром, чтобы познакомиться с городом, а во второй половине дня, чтобы прочувствовать атмосферу вечного города. А также сворачивайте на маленькие узенькие улочки. Здесь вы вообще не встретите ни одного человека. Зато атмосфера какая! Под кондиционером находится бумажный плакат, на котором изображена площадь Навона. Кто смотрит давно мои видео, уже знает историю про озеро на площади Навона. Эта история связана с Олимпией, невесткой папы Иннокентия X, которой все время было жарко. И в августе месяце она заставляла затыкать фонтаны, чтобы возле ее дворца образовывалось озеро и было чуть-чуть попрохладнее. На площади Навона в церкви Святой Агнесы сейчас проходит выставка трех картин «Иль Греку». Дорогие друзья, не проходите мимо ни одной римской церкви. Обязательно заходите. Сама церковь Святой Агнесы очень интересная. Она поразит вас своей красотой. Да еще и бесплатно вы можете попасть на небольшую выставку, которая состоит из трех картин. Согласитесь, что всегда очень приятно такие сюрпризы и неожиданные моменты. Я сняла видео про церковь Святой Агнесы. Теперь только осталось обработать этот материал. И я расскажу вам подробно про эту церковь, про каждую капеллу и горельефы, которые украшают их. Вы даже представить не можете, насколько интересная и красивая эта церковь. Продолжение следует... Позвольте мне сейчас, дорогие друзья, оставить вас наедине с вечным городом. Прогуляйтесь по нему самостоятельно. Кто был в Риме, для вас будет приятное воспоминание о поездке. Ну а кто еще не был в Риме, тогда вам предстоит еще много увидеть и узнать об этом удивительном городе. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Как всегда, ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. И обязательно, при первой же возможности, приезжайте в Рим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать в Рим. 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 Добро пожаловать в Рим.